здравствуйте в эфире программа дежавю и ведущий александр подробинник продолжаем разговор начатый в прошлом выпуске нашей передачи как защитить свободу и демократию от реванша тоталитаризма возможно ли это какие инструменты государственного управления для этого необходимы для кого люстрация представляет наибольшую угрозу и кто именно представляет наибольшую опасность для только что установившейся демократии украина видит наибольшую для себя угрозу в чиновниках и политиках режима виктора януковича но не обходит вниманием и советский период говорит украинский политолог член общественного совета по иллюстрации министерства юстиции украины карл волох какие принципы основные иллюстрационного закона на самом деле все очень просто там есть определенные ограничения накладываемые на руководителей начиная с уровня там секретаря горкома партии и выше руководители коммунистической партии мы понимаем что в практического значения этот этот пункт не имеет то что они уже в основном сегодня в на госдолжностях и там и так далее не находятся но все же но в качестве как бы первого такого шага по по прощанию все-таки с советским наследием такого важного шага но это нужно было сделать хотя бы даже если это большей частью декларативно хотя на самом деле значит есть там и определенные отсылки к людям которые работали в кгб или были его неофициальными осведомителями потом вот коммунисты но это я говорю еще раз это то что затрагивает очень небольшую часть людей коммунисты не все а начиная с уровня секретарей горкомов а вот те пункты которые являются важными это люди которые являлись частью чем высшей частью значит чиновничество при режиме януковича в чехословакии главный упор сделали на бывших сотрудниках госбезопасности и партийных функционерах говорит сотрудник чешского культурного центра в москве ян махонин закон иллюстрациях не репрессивный он опрессивный значит никто не пытается никому доказать что он сотрудничал но когда человек хочет занять какую-то должность или позицию в госуправлению он должен получить от органов госбезопасности подтверждение о том что он не был сотрудником государственной безопасности но тут надо подчеркнуть что это не касается только бывших сотрудников гб а также бывших функционеров чиновников компартии начиная с чиновников обкома заканчивая чиновниками цико дальше это касается наших народных дружинников которые с такси с ружьем на руках защищали социалистическую свою родину и т.д. там в общем список лиц которым запрещено вступить в определенные должности нашего госуправления в восточной германии иллюстрация коснулась главным образом сотрудников штазе госбезопасности гдр говорит политолог доктор философии евгения лезина иллюстрация фактически началась уже с момента объединения германии по договору об объединении 90-го года можно было увольнять тех госслужащих которые либо сотрудничали со штазе либо нарушали права человека в гдр этот пункт был включен договор об объединении в связи с тем что государственная служба в германии рассматривается как гарант конституции и демократии закон также предусматривала обязательную проверку всех лиц которые претендовали на тот или иной видный пост в государстве те кто хотели стать членом земельного федерального правительства депутатом парламента высокопоставленным чиновником служащим министерства судьей членом олимпийского комитета функционером спортивных организаций также главных редакторов проверяли общенациональных телерадиовещательных компаний в общем все госслужащие а их в их число в германии входят в том числе все сотрудники образования и судьи прокуроры они были обязаны заново подать прошение о приеме на работу для нацификации в западной германии коснулась достаточно большого круга лиц рассказывает профессор истории андрей зубов дэнсификация безусловно объективно говоря именно люстрация потому что в отличие скажем от уголовного преследования скажем как на немецком процессе тех или иных лиц за определенные преступления люстрация предполагает определенные ограничения для очищения общества нет для непосредственно виновных в тех или иных преступлениях лиц а тех лиц которые в силу занятия определенных постов и должностей уже объективно даже если сами не нарушали закон способствовали нарушению законов и совершению преступления вот собственно говоря в германии четыре организации изменяет память были объявлены объявлены вне закона на нюрнбергском процессе еще это с с нацистскую партию сан социалистической рабочую партию германии sd и гестапо и соответственно коля были преступные организации все члены этих организаций они попадали по крайней мере под подозрение и под определенные изъятия на самом деле это было очень серьезное обвинение чем оценить эффективность люстрации наверное прежде всего тем последовал ли за ней реставрации прежних тоталитарных порядков это самый важный критерий успеха конечно он связан с тем насколько надежно была закрыта дорога к власти для тех кто еще недавно использовал ее в преступных целях число людей попавших под люстрацию красноречивый показатель готовности общества распростится со своим тяжелым прошлым самым долгим тщательным и массовым был процесс очищения фрг от нацизма рассказывает андрей зубов и в первые годы вот сорок пятом сорок восьмом годах примерно три с половиной миллиона человек три с половиной миллиона немцев в западной оккупационной зоне прошли через вот эти специальные были созданы специальные судебные фильтры суды прошли вот как члены этих преступных организаций или как подозреваемые в совершении преступлений им было отказано в праве занимать государственной должностью участвовать пассивно участвовать выборах то есть быть избираем на определенные посты в местном самоуправлении в городском или позже в немецком парламенте но это быстро да и то же самое восточной зоне восточной зоне законы сорок седьмого и сорок восьмого года они также очень практически поставили в не вполне правовое положение то есть с определенными правовыми изъятиями порядка полумиллиона лиц под аносификации в той или иной степени попала около трех миллионов человек но только 200 тысяч из них было арестовано остальные так или иначе получили в первую очередь были ущемлены в праве поступать на государственную службу пост коммунистической иллюстрации в германии затронула существенно меньшее число людей евгения лезина если говорить о сотрудниках которые числились в аппарате госбезопасности на конец существования этого органа то есть конец восемьдесят девятого года то на данный момент в аппарате штазе числась где-то девяносто одна тысяча штатных сотрудников и сто восемьдесят девять тысяч работали на штазе неофициально в качестве осведомителей и этими людьми была собрана информация на шесть миллионов граждан германии восточной германии которые на тот период население которое составляло 16 половиной миллионов человек то есть практически треть взрослого населения находилась под контролем госбезопасности что касается конкретных цифр по сохранениям или увольнениям здесь подсчитать было довольно сложно дело в том что процесс иллюстрации в германии был децентрализован решение принимались на уровне федеральных земель и поэтому единой статистики не существует но по некоторым оценкам эти цифры могут варьироваться от 55 тысяч до 100 тысяч человек это те люди которые не были приняты на госслужбу надо учитывать еще тех кто не подал заявку на госслужбу зная и предугадывая последствия в чехословакии люстрации за дело примерно столько же людей сколько и в гдр рассказывает ян махонин есть некая статистика но она неполная значит где-то в конце 90-х годов посчитали что примерно 250 тысяч человек обратилась в нашу мвд с просьбой люстрации из них примерно 15 тысяч оказались сотрудниками тех или других органов значит получим позитивную иллюстрацию с тех пор пошел спад вот количество людей которые падают этот запрет эту заявку запрос почему потому что во первых раз получил иллюстрационное удостоверение она уже всегда будет в силе значит второй раз спросить не надо да и вторая вторая причина человек который родился после 71 года он не обязан предоставлять иллюстрационное удостоверение украинская иллюстрация только набирает силу и об окончательных результатах говорить пока рано тем не менее намерения высказываются самые серьезные говорит карл волох сказать сколько людей подпадает под иллюстрации очень сложно то есть по критериям занятия должности при режиме и борьбы против майдана речь идет о об относительно небольшой группе это несколько тысяч человек и вот они как бы подлежат иллюстрации автоматической вот а при этом проверку пройдут пройдет там скажем около миллиона чиновников но это не значит что все они будут уволены или даже большинство из них будут уволены то есть уволены будут те которые не смогут объяснить происхождение своих активов за активов за период пребывания на госслужбе в общем то это это совершенно очевидно что думают об эффективности иллюстрации эксперты нашей программы ян махонин считает что люстрация притормозила возвращение коммунистов во власть мне кажется что она конечно была эффективной но только до некоторой степени значит она послужил как такой тормоз так и тормоза в момент когда очень хорошо подготовлены коммунистические элиты с капиталом в отличие от нормального гражданина пытались занять позицию в новом демократическом обществе этот закон их притормозил значит они действительно могли войти в бизнес но не могли войти в политику и госуправление это не значит что он какой-то победа победоносный этот закон дело в том что спустя 20 лет мы прекрасно видим как те же элиты очень эффективно добывается того что возвращается в политику только не напрямую и как-то косвенно евгения лезина считает иллюстрацию в гдр очень эффективные иллюстрация как и связан с ней процесс сохранения и обеспечения доступа к архивам штазе в германии была чрезвычайно эффективной в связи в том смысле что она позволила отстранить большую долю прежних сотрудников и осведомителей самого репрессивного института гдр министерства госбезопасности от руководящих позиций в органах исполнительной судебной власти от занятия любых ответственных постов на государственной службе в армии полиции спорте и даже бизнесе а также воспрепятствовала их избрание в органы представительной власти во многом и еще важнее наверное даже то что доступ к этих лиц был ограничен к так называемым основным репродуктивным институтом общества системе образования университетом средней школе а также институтом культуры и масс-медиа и тем самым конечно иллюстрация способствовала созданию более прозрачных подконтрольных обществ государственных институтов изменению характера взаимоотношений власти и обществ по сути приняв эти меры государство смогло послать обществу четкий сигнал что государственные институты зиждутся на общественном доверии и что работа в них требует приверженности демократическим принципам и уважению прав человека профессор андрей зубов также считает деноцификацию в германии примером успешной иллюстрации да безусловно в германии это пример эффективной деноцификации хотя надо помнить что это эффективно деноцификации не означает что сейчас там скажем в германии нет ни у кого симпатии к нацизму нету людей которые одобряли бы холокост все они есть причем социологический опрос показывают что и где-то по разным вопросам где-то от 8 до 12 процентов населения что не так мало как безусловно но это политически не опасное меньшинство она есть она воспроизводится видимо будет воспроизводиться еще долго но опасности вот реального реваншизма удалось германии избежать именно благодаря вот этой второй волне иллюстрации и последовательной деноцификации в эфире радио свобода программа дежавю и я ведущий александр подробинек говорят не ошибается только тот кто ничего не делает а кто делает что-то в первый раз тот еще больше рискует допустить ошибки не все гладко и безукоризненно происходило во время процессов люстрации в послевоенной германии люстрация состоялась фактически в два этапа первое в конце сороковых по инициативе оккупационных властей 2 в начале 60-х по инициативе самого немецкого общества профессор зубов видит ошибки при проведении первого этапа иллюстрации самые главные конечно ошибки были допущены в начале вот процесс как он проводился оккупационными войсками производился в спешке когда в общем то действительно не трудно было найти объективных свидетелей была еще эта горячечность от того что только что обнаружено было все эти страшные лагеря смерти вот тогда были допущены ошибки иногда неисправимой потому что иллюстрация иллюстрация иллюстрацию можно исправить но целые от людей были даже казнены иногда сомнительным приговором был заключен определенный консенсус о нем многие писали но естественно юридически это никогда не было зафиксировано но это проговаривалось это люди понимали консенсус заключался в том что бывших нацистов берут на службу но они обязуются полностью поддерживать новые демократические ценности германии и не вспоминать в положительном контексте лучше вообще не вспоминать свое нацистское прошлое как бы они забывают о своем прошлом и за это им дают будущее в итоге это привело к невероятному рецидиву тоталитарных настроений в конце в самом конце пятидесятых годов в чехословакии сторонники и противники иллюстрации считают что были допущены серьезные ошибки одни потому что иллюстрации была слишком мягкой другие потому что слишком жесткой говорит ян махонин есть люди которые видят во всем этом процессе принятия закона его действия ошибкой но каждый по-своему значит некоторые обвиняют правительство которое принимало закону что они его сделать слишком мягким это обвинение кстати частично касается и президента васлава гавила часть нашего общества упоминает некий якобы сговор с тогдашими коммунистическими элитами восемьдесят девятом году обмена якобы на то что не будет запрещен доступ в экономическую сферу бывшим чиновникам коммунистической полиции вообще аппарата якобы гладко пройдет смена власти да вот значит это один момент критика закона иллюстрациях второй это наоборот упреки в том что в нем есть элементы коллективной виновности дело в том что не разбирается конкретно не разбирается конкретные действия того или другого агента а просто факт что он зарегистрирован что на учете это этого уже достаточно чтобы ему запретить так сказать вступать в какие-то в какое-то положение соответственно обвиняют так сказать этот закон в том что он не обращает внимание на личные какие-то слабости и т.д. вот два примера которые пожалуй самые такие частые критики восточной германии признают что при люстрации был допущен ряд ошибок главная из них состоит в том что люстрацию распространили в основном на сотрудников штазе но не на высших чиновников социалистической единой партии германии говорит евгения лёзина из тех ошибок которые позднее признавались самими организаторами иллюстрационного процесса стоит прежде всего отметить отметить фактически полное исключение руководство компартии из этого процесса как и в большинстве бывших стран соцлагеря акцент в критериях люстрации делался прежде всего на сотрудничество со спецслужбами тоталитарного режима и логика разработчиков закона заключалась в том что секретные отношения операции которые проводились спецслужбами были гораздо более разрушительными и опасными чем открытый авторитаризм правящей партии и поскольку деятельность партии все-таки была довольно открытой логика была такова что граждане сами смогут сделать для себя выводы решить стоит ли сохранять этих людей в госаппарате и избирать их в представительные органы но как позднее признавали инициаторы процесса иллюстрации в том числе и охим гаук об этом неоднократно говорил этот путь был частично ошибочным и что конечно же в число лиц на которых распространялся иллюстрация следовало включить региональных партийных лидеров и руководство с епг которые фактически контролировали штазе а получилось что рядовые осведомители понесли большую ответственность и и моральную и административную нередко чем те кто санкционировали весь процесс и хотя здесь конечно стоит еще раз оговориться что партийные функционеры которые нарушали права человека могли увольняться на основании положений договора об объединении и в случае выпьющих нарушений прав человека они представали пред судами так ряд высокопоставленных партийных функционеров были признаны виновными и получили реальные тюремные сроки за гибель мирных граждан при попытке пересечь внутри германскую границу границу между восточной и западной германией при попытке бегства на запад но еще одним возможным недочетом иллюстрации являлось отсутствие четких критериев по которым тот или иной человек мог быть уволен в результате иллюстрационным комиссиям на местах и судам приходилось эти критерии вырабатывать уже в ходе процесса никаких ошибок при иллюстрации не было допущено в россии потому что иллюстрации в россии не было страна близоруко доверила власть недавним партапорадчиком которые затем передали ее бывшим чекистом они заняли большинство самых важных государственных должностей общество безмятежно отдыхала от ответственности положившись на политических проходимцев представительные органы власти с легким сердцем избирали вчерашнюю партийную номенклатуру публичных шутов комсомольцев киллеров сотрудников кгб мафиози советских пропагандистов стоило любому из них сказать несколько правильных слов о демократии как он получал вот ум общественного доверия и место во властных структурах россия упустила свой шанс избавиться от коммунистического наследия но история на этом не остановилась нужна ли иллюстрация сегодняшней россии андрей зубов я считаю что вот я всегда считал что нужно россии начиная вот с начала 90-х годов но мне кажется что сейчас это стало совершенно ясно но ведь тогда это называлось охотой на ведьм я помню вот закон иллюстрации все время делала галя галина василина старовойтова мы с ней тоже вместе работали тогда вот я не исключаю что ее гибель связана даже с подготовкой этого закона вот но ее все обвиняют чтобы вы охотитесь на ведьм но я бы сейчас ответил иначе мы не на ведьм охотимся мы создаем эти законы для того чтобы ведьмы не вернулись во власть если была бы иллюстрация понятно что ни путин не патрушев не иванов вообще видимо никто из тех кто сейчас управляют россии кто является членом президентского совета не были бы вообще у власти они были бы все в лучшем случае как в польше было бы разрешено заниматься бизнесом или в чехии но ни в коем случае не быть политиками его совершенно друг по другому выглядела бы и дуба и совет федерации губернатор понятно у нас была бы не авторитарная демократическая страна то есть теперь вот через 25 лет совершенно ясно что смысл иллюстрации не в том в отличие от уголовных наказаний когда наказывают конкретного человека за конкретную вину смысл иллюстрации в том чтобы дать возможность обществу дышать более полной грудью чтобы не позволить украсть завоеванную свободу чтобы те люди которые не могут массово исключение конечно могут быть но как те люди которые массово не могут измениться потому что они слишком глубоко сотрудничали с преступным режимом и слишком были преданы ему в свое время безусловно офицеры кгб это именно таковы и опять же они добровольно выбирали свой путь могли пойти в механика какой-нибудь станкостроительный институт вот эти люди они опасны для демократического развития страны и россии это самый лучший пример ян махонин теоретически россии иллюстрация нужна мне кажется но если задуматься о конкретном случае россии это конечно будет довольно сложно дело в том что во-первых психологически мне кажется роль например сексотов агентов в обществе не всегда видится как что-то негативное в отличие от чехословакии восемьдесят девятого года когда официально понятная да вот таким людям во вторых уж очень много на народу как-то попадает вот в эту категорию тем более что это должно уже было бы касаться не только коммунистического режима и но также режимом после 2000 года и я так понимаю и конечно вот это очень обширная часть общества которая была бы отстранена от сразу рода функции в обществе так что конечно я думаю что конечно надо но что-то будет сложно евгения иллюзина сегодняшняя россия по крайней мере наверное для европейских соседей представляет наверное самый сильный аргумент в поддержку иллюстрации потому что наша страна действительно стала воплощением тех опасений и реализовавшихся угроз о которых предупреждали сторонники иллюстрации когда говорили о том что отказ от принятия подобных мер может привести к реваншу восстановление премных прежних репрессивных структур институтов прежних отношений соответственно привести к новым нарушением прав человека и в россии мы не сомненно сегодня имеем дело с восстановлением тех прежних институтов против которых собственные были направлены иллюстрационные меры реализованы практически во всех странах центральной восточной европы здесь следует подчеркнуть что германия хотя и была одной из первых кто эти меры реализовал она не стала исключением подобные программы были приняты также в чехословакии польши венгрии болгарии и некоторых других странах и важно отметить что этот процесс не был ограничен по времени лишь началом 90-х годов в середине 2000-х годов мы наблюдали новую волну интереса к этой проблематике те страны которые приняли либо слишком ограниченные законы иллюстрации либо не приняли их вовсе выработали новые законодательные инициативы и включились активно в их реализацию к этим странам относятся польша словакия словения македония румыния в 2011 году иллюстрационные меры были приняты в грузии а в 2014 году закон об очищении власти так называемый закон иллюстрации был принят в украине и что касается россии я думаю что отказ от этих от подобных мер от мер защиты демократии предотвращение возврата прежних практик практик институтом стал основной ошибкой проводимых реформ и по моему переход к демократии без реализации подобных образей в принципе невозможны последнее слово вопросе иллюстрации останется за российским обществом решаться россияне закрыть дорогу к власти тем кто тянет россию в советское вавраство получат шанс на цивилизованное развитие не решаться будут прозябать под властью чекистов и их преемников проклиная всех вокруг но только не самих себя это была программа дежавю и я ведущий александр подробинек до следующей встречи все вам доброго до свидания а